У нас пополнение в доме. У нас появилась девочка. Её зовут Пайпер. Пайпер, когда тренировали, её тренировали на немецком языке. Нам теперь приходится учить немецкий язык, команда на немецком, чтобы она понимала, что мы от неё хотим. Борис у нас англичанин. Жарко, и он мячик не хочет тащить. Какой-то такой вообще вялый. Пришёл ко мне сюда. Пайпер пошла искать мячик. И она другая. Борис более деликатный. Лицо у него более такое деликатное. Она больше европейской линии. И у неё ноги такие огромные, такие большие. И чёрной расцветки. Борис у нас коричневый, а она чёрная. С коричневым. И ушки у неё другие. У неё ушко одно немножко падает. У Бориса уши стоят хорошо, а у неё ушки немножко падают. Лёп, лёп, лёп. Хотел пописать на дерево, а Джон ему не разрешил. У них специальное место, где они должны уходить в туалет. И когда они этого не делают, ну когда Борис не делал, то и иногда не делает этого. Конечно же он не разрешает его так. Борис не хочет играть. Он не хочет играть, когда они играют. О, кто-то другой. Да, я тоже знаю. Так как мы ещё не знаем, как собаки себя будут вести вместе. Поэтому мы не разрешаем им, чтобы они гавкали, вот, например, когда... Джон устанавливает порядок в семье, так как он альфа, и они должны его слушать, если они начинают себя плохо вести, и он должен, когда дает команду, собаки должны его слушать сразу же, потому что это очень важно, потому что... А, пайпер. Сегодня очень хороший день, так как тепло. Уже, как и в сентябре, даже не знаю, как и в сентябре сегодня. 12-11. Очень тепло, очень хороший день, спокойное. Такое утро было, такое замечательное. Очень приятно. Мы сидели на балконе, пили кофе и завтракали. И, ну, вообще, целый день сегодня практически. Я проводила на балконе. Ну, вот, сегодня второй день, как пайпер у нас появилась. Это был... Я ничего не знала о том, что у нас появится вторая собака до вчерашнего дня. Вернее, как, я даже и не знала. Я сидела у себя в офисе. И сегодня у нас окно моего офиса выходит на... Окно моего офиса выходит на... Ну, вперед дома, где я гаражу и к дороге. И я сидела в офисе и вдруг увидела, машина подъезжает. И в машине клетка была большая. И я очень... Ну, машина, как у Джона. Такой же грузовик. И я очень удивилась, когда этот грузовик заехал к нам на driveway. К нам на двор. И думаю, наверное, кто-то ошибся. Выхожу на улицу. Джон зашел через другую дверь. Я вышла через одну. Он зашел через другую дверь в дом. И смотрю, на нас стоит машина. А в машине сидит собака. Я думаю, надо же, кто-то ошибся. И у кого-то доберман даже есть. И я... И я это самое... Думаю, это еще что-то такое. Потом смотрю, нет, это машина моего мужа. Думаю, боже мой, это что такое? Что происходит? Что происходит? Чего я не знаю? Я даже не предполагала, что он домой собаку привезет. И потом Джон вышел. И я говорю, а это что такое? А он говорит, это сюрприз. И вот сделал, говорит, это сюрприз. Подарок тебе на день рождения. Я говорю, спасибо, дорогой, кто посоветовался со мной. Пайпер 6 лет, так же как и Борису. И ее история такая, что ее... Ну, когда она была маленькая, ее купили пожилые люди. И они ее не смогли долго держать. Потому что женщина стала заболевать. У нее... Ну, память она терять стала. И ее вернули назад. Ну, вот. Хозяина... Хозяев откуда ее купили? О, друлый. И... 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 Он говорит, они любят пить воду. Они все любят пить воду. Вот. Еще раз. No, no, no. Don't... Don't flip over. Boris would not like it. У Бориса более такая деликатная комплекция. Борис спокойный, как кюкамбур. Как огурец. И потом ее купили другие люди, которые... С которыми вот она жила до вчерашнего дня. И у этих людей четверо детей было. И двое детей родились. И они имели проблемы. Физические проблемы. И ментальные проблемы. Поэтому они не могли заниматься с собакой совершенно. И они решили собаку отдать. Вот. Джон. Джон это тот человек, который решил собаку взять. И вот у нас теперь две... Два Добермана. Две собаки. Пайпер и Борис. Мы смеялись. Их... Говори назвать их Наташа и Борис. Но потом передумали. Ну в смысле мы даже и не думали так делать. Мы просто... Это была такая... Шутка такая. Борис и Наташа. Пайпер. Ну Пайпер. Мне нравится имя Пайпера. И потом она уже слишком взрослая собака. Давать ей другое имя. И так у нее много стресса. Новый дом. И потом у тех... Ну у прошлых хозяев она жила на улице. У нас она же будет жить в доме. Живет... Ну как... У нас собаки домашние. Они не живут на улице. Они ходят на улицу. Они могут быть на улице во дворе сколько им хочется. Потому что у нас всегда... Ну возможности есть. Летом всегда дверь открытая. И зимой мы постоянно их выпускаем. Если им хочется. А так вообще они домашние животные. Они эти животные. Доберманы они очень любят быть с человеком дома. Они называются волкродокс. Которые любят быть рядом с тобой. Они получают от этого большое удовольствие. Паки Анималс. Они любят быть рядом. Всегда. Поэтому вот... Вы часто видите Бориса во всех моих видео. Потому что он как мой хвост. Потому что он любит быть со мной рядом. Ну или со мной. Или с Джоном. Или с бабушкой. Кто когда кто дома. Он как-то выбирает. Когда я дома с бабушкой. Он со мной. Когда дома Джон. Он в основном с Джоном. Вот такая у нас девочка появилась. Здравствуйте. Его папа. Здравствуйте.